но сейчас уважаемые дамы и господа да вы слышите позывные это уже постоянная программа у нас на радио с постоянной ведущей программа как вы знаете называется не очевидная но вероятная причем программа которая абсолютно вас ни к чему не призывает ни в чем не уговаривает и ни в чем вас не пытается убедить это просто программа о том что происходит так или иначе верите вы в это или нет поэтому ну вот мой вам совет прислушайтесь почему потому что во-первых интересно а во-вторых никогда не знаешь чем можете обогатить свои знания ну а у нас студии идет сказать хозяйка программы но она не хозяйка она хозяйка положения в этой программе не на постят здравствуйте здравствуйте натуре здравствуйте дорогие радиослушатели я рада вас еще раз видеть слышать кто кого-то может даже и видеть если кто-то смотрит нас на ютюбе до того как объявить о передаче сегодня о теме сегодняшней передачи я хочу сделать объявление потому что те кто нас постоянно слушает знает что вот скоро скоро в пятницу мы уже дождаться не можем мы уезжаем висконсин с нашими богинями женщинами и будем проводить ретрит в день летнего солнцестояния который является один из самых энергетически мощных дней года мы там будет до воскресенья у нас есть еще парочку мест свободных то есть сегодня завтра буквально последний последняя возможность если вы еще хотите присоединиться я всегда верю что тем кому нужно с нами будут и если вам действительно нужно если вы устали если вам нужна энергия если вы хотите научиться как наполняться энергии для того чтобы иметь возможность ее передавать своим любимым близким особенно своим мужчинам для того чтобы они могли хорошо зарабатывать хорошо жить быть счастливыми и здоровыми а это часть женской задачи в жизни и поэтому присоединяйтесь к нам сегодня завтра последний день у нас еще и говорю пару свободных мест мы будем с 21 по 23 июня то есть воскресенье мы возвращаемся висконсине недалеко отсюда и мой телефон 2246 880 155 2246 880 155 ну а сейчас я объявлю тему передачи как интересно тема вообще передача называется не очевидно и на вероятное но последние вот пару месяцев что там и все больше и больше от неочевидного уходим поэтому я все-таки обещаю что-то сделаю я вам типа передачу обязательно типа плоской земли обязательно то есть люди боятся этого но я обязательно необходимо чтобы просто как-то всколохнуть звонки то вот такие серьезные темы люди просто боятся звонить очень бы хотелось чтобы люди звонили и присоединились объявлю тему а потом ты скажешь телефон да итак тема сегодняшней передачи как перестать страдать и стать на путь счастливой жизни то есть я не сказала стать счастливой потому что но это очень долгий процесс счастливым или счастливой но на путь счастливой жизни можно встать и постепенно дойти до какого-то состояния счастья то есть как перестать страдать классная идея почему потому что да это конечно если я не знаю если у кого-то есть на это на эту тему кита соображения вот собственные как перестать страдать и так далее пожалуйста 847 400 5200 ну давайте попробуем а вдруг у вас тоже есть какое-то правильное направление в этом отношении но пока мы начинаем но до того как сказать как перестать страдать надо понять все таки что такое страдание правильно и я уверена что сколько бы мы определение этому страданию не дали у каждого человека у каждого радиослушателя есть какое-то свое понятие что это такое и чем меньше людей будут знать что такое страдание тем наверное мир будет лучше ну есть такая пословица у кого чего болит тот о том и говорит к сожалению очень мы живем в мире который страдание принимает как нормальное состояние души нам было сказано навязано о том что вот мы пришли сюда страдать частью жизнь до частью жизни это жизнь это жизнь мы страдаем жизнь жизнь страдания полна страданий я честно говоря в это не верю никогда не верила ну может быть потому что мне помогло слава богу я вот ну просто так родилась я принципе всегда позитивный человек была и несмотря на те что у меня там были очень сильные стрессы в жизни я никогда не страдала и но я тем не менее понимаю что такое страдание и хочу об этом поговорить и вопрос что такое страдание как него уйти есть много ответов и некоторые ответы идут из духовных и чили эзотерических учений другие ответы идут из психологов правильно эти ответы можно сказать сильно отличаются вот я хотел сказать насколько понятие психологии совпадают или отличаются с понятием духовный то есть может быть что такое страдание где-то еще совпадение немножко есть но вот как от нее избавиться от него от них избавиться немножко отличаются вернее множко отличается поэтому мы сегодня именно начнем говорить именно об этом и начнем скорее больше с дух с обычной философской психологической понимание этого вопроса то есть что такое психологическое понимание просто такое страдание в принципе страдания это противоположное состояние по отношению к состоянию счастья не многие знают что такое знаю счастье это антоним это очень неприятные тягостные мучительные ощущения при котором человек испытывает испытывает физически эмоциональный дискомфорт боль стресс муки неприятные мысли то здесь прям вот в этом определении прямо все в кучу и стресс и дискомфорт и и работа мозга мозга и работа эмоций все вместе то есть принципе для каждого человека кто страдает и кто любит страдать или умеет страдать какая-то часть первично то есть да что-то что-то более важно но стран нужно понять что есть настоящее страдание а есть чувство страдания так вот ну что относится это вот мы говорим с психологической точки зрения с духовной немножко по-другому там вообще страдания не должно существовать то есть если психологи принимают что есть страдания то сагулы гам надо чем-то питаться не но это как бы не потому что они чем-то питаются потому что их так учили правильно нужно готов как у мире мы живем то есть боль смерть то есть смерть близких людей голод это относится к настоящим физическим страданием который человек действительно как бы по психологии вправе испытывать просто здоровый человек из этого выйдет они здоровый человек будет это в себе развивать прогрессир это будет прогрессировать и в принципе это пройдет уже в болезнь перевратиться да то есть чувство чувство страдания это совсем другое это то что не не тысяч встал вроде он здоровый у него есть семья дом жизнь все хорошо никто не болеет все здоровы да и тем не менее он страдает и ну а таких людей говорят по-другому а таких люди говорят дурью маяться если все хорошо если ты это понял что этот человек это делает если человек встал и сказал мы сейчас мы дойдем до этого давайте дойдем то есть то есть принципе вот это вот чувство страдания это как привычка это выученное чувство которое пришло из-за чего-то то есть не просто так ничего просто так не бывает в жизни а вот поход из подход из-за чего оно произошло в духовных практиках и в психологии очень сильно различать различаются потому что психологи по одному к этому относятся от духовные лидеры идут еще намного глубже просто уже как бы минуя один степ идут другой ну мы же не можем сказать что люди действительно страдали во время войны правильно то есть я не знаю как объяснить если мы говорим что типа страданий вообще нету из духовной практики то а что такое ну действительно к время войны в в концлагерях или когда убивали близких но это титры люди страдали правильно но даже отношения к страданию были были разные вы помните фильм был life is beautiful да по-моему называется который выиграл во время что он попал концлагерь да и как он ребенка прятал в концлагере итальянский фильм просто потрясающе то есть человек веселил весь лагерь то есть человек своего ребенка самое главное то есть он пытался защитить своего ребенка вот этого страдания страха и по-другому совершенно относился к жизни и так кстати это это естественно не единственный человек это не единственный случай и несмотря на то что до было страшно больно и все остальное тем не менее этот человек как-то страдания переносил по-другому да те же самые страдания рос вон это переносил по-другому или у него другого выхода не было чтобы это к этому относиться по другому нет я думаю что он его переносил по-другому знаете на эту тему есть много произведений и много фильмов и вот каждая я не хочу я никогда не перехожу на нации но тем не менее я хочу вот просто упомянуть я вот еврей когда и я с много раз говорила что я в принципе человек мира и абсолютно нормально отношусь абсолютно ко всем нациям то есть я не считаю себя то есть резкий эгрегор еврейский эгрегор это не мой грегор но тем не менее каждая нация и каждая имеет свои признаки да и вот все-таки еврейская нация я не знаю с чем это связано с тем что они действительно прошли колоссальное количество испытаний или привыкли к этим страданиям но они эти страдания по-другому переносят часто не все конечно мы не можем вообще не ни о ком говорим мы говорим о какой-то большой группе в каждой нации да то есть если вы еще раз был такой фильм называется из ада в ад и о том вот как люди пришли в свое деревню вернулись после войны тоже почему-то мне вспомнился у них естественно забрали там забрали все забрали и дома то есть это польские польско-русски по моему фильм у них забрали все то есть польское население которое осталось которое не было в концлагерях забрала все и там страшно там и погромы были все но тем не менее пока там был один момент очень интересно они поселились в каком-то там типа общежитии всех поселили да это были жители этого города которые вернулись к себе домой и не оказалось у них ничего они тут же хор себе устроили они или танцевали и они жили и а это вот очень часто я просто много встречала вот даже американских евреев они приходили ко мне и вот какой то вот есть положительный настрой жизни очень часто и знаете в каждой в каждой нации есть какие-то вещи которые в неплохо бы взять из этой нации и перенять переда перенять вообще возможность относиться с юмором к жизни это потрясающее качество то есть а вот и вот я почему-то столкнулась что именно хотя именно еврейская нация имеет это чувство одно в крови я не знаю может быть потому что действительно можем мы в это не верить верить но тем не менее действительно еврейская нация прошла колоссальное количество испытаний то есть все классы прошли в прошлом в 19 20 веках большое количество испытаний куча людей убили мы это об этом знаем миллионы и миллионы да это была та эра это эра воин это эра когда страдали все страдали все а вот отношение к страданиям все равно у каждого по-разному правильно то есть ну ну да ну кажется и носим сталкивался да 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 слушай посмотри достаточно посоветить фильм до известный фиддлораннеров вот рассмотреть как эти люди относились к своему состоянию бедности к своему состоянию погромов то есть они все это переносили легко потому что потому что они просто принимали мир такой какой они есть у них наверно я не знаю были это люди прошлого поколения может быть сегодняшнее поколение по-другому потому что мы говорили вообще что прошлое поколение вообще не имела и ожиданий и о том что вообще отношение к счастью было по-другому не было требований счастья это я говорила в одной из передач о том что люди прошлых поколений даже когда выходили замуж и женились они не ожидали счастья друг от друга они ожидали от женщин от мужчины крышу над головой заботу до подзема поддержку то есть своим детям кров и кров и обитель но сегодня мы ожидаем совсем другого то есть поэтому я не знаю наверняка это было у всех наций то есть все нации прошли испытания но какие-то это более легко перенесли какие-то более депрессивно ну я думаю что опять же мы сейчас говорим правда с точки зрения психологии но если быстренько как лица внедриться в духовность то посмотри вот как допустим новом орлеане хоронят с джаза под джаза да 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 кстати да да черное население тоже посмотрите как они в церковь они же танцуют там у них понятие что человек уходит в лучший мир и они это праздную они это не принимают как страдание и может быть именно из-за этого им легче осуществить вот этот переход и мысль об этом переходе это во всех религиях во всех это интересно потому что тем не менее вот они ведь тоже они ведь тоже христиане и из христианского учения учение о перехода с одной жизни в другую в принципе было немножко кайнов закрыта и тем не менее они это знают и верят добрый день в эфире говорите пожалуйста это артур из индианаполиса здравствуйте артур здравствуйте вот я бы хотел задать такой вопрос вы понимаете мне кажется что весь этот спектакль вот это противоборство противостояния между демократами и республиканцами это просто для отвода глаз от насущных проблем людей понимать вот именно работающих в этом мире политические религиозные все все является отвлекающие маневры людей от того что им надо делать вы знаете вот тех пор как пришел уже прошло сколько по два с половиной почти год не знаю вы знаете я ведь здесь не для этого я вот работаю я никак никакого улучшения абсолютно не чувствую честное слово как было в кармане знаете а вы на нашу передачу приходится работать по 12 часов в сутки и только-только набилы все уходят ничего не остается даже просто элементарно куда-то я не знаю дня на 4 на 5 куда-то выбраться поехать ну нету возможности артур скажите пожалуйста а что вы испытываете в этот момент вот когда вы сейчас говорите ну не знаю я уже испытываю это наверное лет 15 вот после я приехал девяносто четвертом году а вы страдаете нет нет ну я я ник в девяносто четвертом году когда я приехал здесь было прекрасно понимаете были очень низкие цены на бензин мало все практически я вывозил из продуктового магазина целую тележку где-то на 60 на 70 долларов теперь при тех же деньгах что я имею это все в три раза подорожало подождите артур давайте мы немножко вернемся к теме передач я хочу вернуться к теме именно вот просто интересно узнать а как вы к этому относитесь все таки вас вызывает вызывает вот этот вот это стресс страдания что что у вас вызывает конечно стресс постоянно бы голова забиты именно про проблемы где найти лишние деньги ну что их просто так не найдешь я 12 часов работаю на упер как фуллтайм понимаете и чтобы вы хотели делать вместо мне обязательно нужно работать 12 часов не меньше я не могу артур нормально а чтобы вы хотели делать вместо этого да вместо этого у меня ничего не получается потому что у меня очень больная спина и я на этой работе тяжело мне но я готов работы на это 12 часов но понимаете определенную сумму денег чтобы заработать я не могу меньше 12 часов отработать а сколько вам нужна минимальная сумма денег я не знаю ну хотя бы я зарабатываю 2000 в месяц фуллтайм я работаю а ваша жена тоже работе то есть около около где-то ну считайте 12 10 а ваша жена тоже работает 50 часов в неделю и работа ваша жена тоже работает ваша жена тоже работает 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 вам хватает на жизнь покушать хватает а вот куда-то выехать просто отдохнуть хотя бы раз в год уже не хватает скажите у вас есть два варианта чтобы перестать страдать я мы говорим про страдания правильно то есть один вариант это что-то поменять может быть место жительства может быть место работы место жительства невозможно поменять потому что здесь ее родители больные оба сахарным диабетом она помогает еще им и поэтому вместо жительства мне как ему значит у вас есть значит вам остается они уже вообще-то 57 год я я не знаю еще еще молодой здоровый мужчина у вас есть вам только вам есть тогда один совет вам нужно поменять отношения к этому просто понять что ну жизнь она не полна страданий просто это жизнь да нет я понимаю все я я говорю когда я приехал где-то с 94 по 2000 год было довольно таки а где сейчас начиная с буша младшего и по сей день это это просто какой-то кошмар честно слово вы знаете знаете этот анекдот спасибо за звонок а вы знаете этот анекдот когда евреи выезжает и вавир приходит и он все туда-сюда приезжает туда-сюда они говорят слушай все ты последний раз выезжаешь больше мы тебя не выпустим горит на глобус принесите смотрит на глобус часто рамки что ты смотришь к лицу что у вас другого глобуса нету нужно просто понять что мы живем на этой земле и это то как она есть и когда мы принимаем это и находим положительные вещи в каждой мелочи может быть вот уважена есть у вас есть дочка а у кого-то этого вообще нету и мы подойдем к тому как относиться к этому с восточной с восточного в смысле восточной с духовной идеей давайте мы сейчас уходим на перерыв насколько я понимаю а потом вернемся к этому уважаемые дамы и господа мы возвращаемся в программу нины бастет не очевидное но вероятно номер телефона студии 847 400 5200 а пожалуйста если есть вопросы или какие-то комментарии единственная просьба ваши комментарии сделайте так чтобы они были как можно более лаконичные чтобы все успели позвонить ну а пока не напрошу вас для тех кто только что подсоединился я хотела бы еще раз сделать объявление о том что еще есть пару мест открытых в присоединиться к нашему ретриту который мы начинаем с пятницы и закончится воскресенье в вискансине который будет праздновать день летнего солнцестояния для женщин и это то когда мы будем наполняться энергией для того чтобы укрепить себя улучшить свои отношения в семье привлечь к себе любовь и хорошо отдохнуть и звоните мне за информацией по телефону сегодня и завтра последний день когда можно это сделать у нас еще пару мест телефон 2246 880 155 так что и девушки женщины если вы устали пожалуйста присоединяйтесь к нам ну а сейчас номер телефона в студии еще раз 4005 200 или код 847 и как не обозначила в начале передачи наша программа сегодня о том что такое страдание как сделать так чтобы не страдать и сейчас вот мы в прошлый сегмент мы говорили с точки зрения психологии я думаю что сейчас мы будем говорить с точки зрения духовности наверно попробуем да я бы хотела просто прокомментировать у нас был звонок и очень большое спасибо за звонок но это именно пример того когда люди это не настоящее страдание то как мы говорили а это состояние страдания то есть человек живет в состоянии страдания и к сожалению когда человек в этом состоянии он очень многого не может заметить потому что это постоянный стресс именно для этого существуют много очень практик особенно сегодня в сегодняшнем мире по существует колоссальное количество практик и практикующих которые могут людям помочь я являюсь одним из таким практиков который показывает людям что же делать для того чтобы перестать страдать и для того чтобы принять жизнь такой какая она есть поменять ситуацию может быть если это возможно а возможность есть всегда просто люди которые ниже если нет возможности поменять ситуации отношения или отношения или ситуацию но вероятность того что все-таки ситуацию можно поменять ну 90 процентов она есть а все зависит от человека от его желания от его психического состояния всего остального поправь меня если я не прав но я считаю что вот люди которые находятся в состоянии либо страдания либо стресса это все вызывает определенные эмоции которые людям не позволяют увидеть вещи те которые действительно существует или варианты или выходы и вот человек который может им помочь или человек который смотрит на это со стороны именно со стороны умея убрать эмоции и привлечь какое-то ну рациональное решение вопросов правильно вот это именно то чем ты занимаешься да это именно то чем я занимаюсь то есть как бы эмоции это вообще это моя главная главная спецификация потому что именно эмоции и их правильное проявление правильное проявление потому что не проявление эмоций тоже нехорошо это именно то как легче становится жить потому что понимание что это за эмоция что это за состояние откуда она идет именно вот когда ты докопаешься человек докопается до этого, потому что, скорее всего, этого человека, который звонил, совершенно не волнует тачка, с которой он загружает. Там намного глубже идёт проблема, которой просто нужно понять, а что это такое. То есть, потому что, помнишь, вот мы начали говорить о том, что бывает человек просто просыпается, ему уже плохо. Ну да. Но он не понимает, что ему плохо, потому что, к сожалению, самое главное, от чего идут страдания, это идут из подсознательного, то есть бессознательного. И если бы оно было... Человек понимает немножко неправильно из точки своего страдания. Совершенно неправильно. Он не может понять это. Он сам, человек, до этого докопаться не может. Ему нужен третий человек, который не заинтересован, потому что его жена может говорить 250 раз. Конечно. Ты вот точно как твой папа, точно как твоя мама и так далее, потому что очень много идёт действительно из семьи, из воспитания. То есть, если этот человек был подвержен гнёту, или у него были сильные родители, или какие-то его... Ну, то, как нас воспитывали в советском пространстве, то есть и лупили, били, да, там типа и... Ну, сегодня это называется, да, издевательством, но тем не менее... Это, кстати, ещё происходит в постсоветском пространстве. В Европе этого не происходит, но тем... Или в Америке. Но эти отношения есть. То есть это считались сильные родители. Мы должны воспитывать строгие мы должны быть. А это не строгие были родители. Это родители, которые поломали психику детей, к сожалению, но они были... Они не знали другого. Их тоже так же воспитывали. Просто мир поменялся. И... Но тем не менее, эти люди в подсознании имеют колоссальные блоки. И в этих блоках можно копаться... Раньше психологи копались десятилетиями. То может быть, к пенсии они докопаются, что будет, да? Сегодня люди тоже ходят к психологам. Очень много. Но тем не менее, сегодня есть очень много практик, более быстрых, намного быстрее, которые помогают человеку понять, откуда его страдание идет. Потому что человек, который встал, как говорит, встал с левой ноги, да? Он еще не понял, что он встал с левой ноги. Но тут он услышал какие-то новости. Или вот там Трамп пришел. Или, я не знаю, любые новости там политические. Или... И он тут же начинает на этом концентрироваться и говорить, думать, что его страдание от этого. Нет, ты знаешь, мне интересно... Вот я прошу прощения, я тебя привык. У человека точка отсчета почему-то начинается с момента его приезда сюда. То есть он не знает, как здесь было до, допустим, того, как он сюда приехал. Но вот... И не хочет вспоминать, что было с ним до того, как он сюда приехал. Про следи за этим. Вот за этой нитью, да? За логикой. Смотри. Человек приезжает сюда в 94-м году и до 2000-го года все было шикарно. А вот... А вот теперь пришел Трамп. Начинать... Ну да, но Трамп же не пришел. Но уже 19 лет идет какая-то проблема у человека, которая абсолютно не связана ни с Трампом, ни с Бушем. То есть... А кстати, вот это очень важно. Ты видишь, тоже видишь, сказал год 2000-й. Да. А ведь в принципе September 11 это была очень сильная поворотная точка в Америке, ну и во всем мире. Конечно. И люди, очень многие, этот человек не единственный. Колоссальное количество, миллионы, я бы сказала, людей, которые меряют свое существование до и после. До и после. Абсолютно. Надеясь, надеясь, что оно вернется. Нужно просто очень сильно, очень точно понять, оно не вернется. Никогда не будет. Мир поменялся. Не только Америка. Весь мир. То есть это вот, знаете, в каждом... Вот бывает такое, что в семье кризис, да, например, или у человека есть кризис. Мы об этом тоже много раз говорили, что человека очень часто из его привычного состояния выпихивает судьба. Почему она его выпихивает? Потому что этому человеку нужно пройти трансформацию. То есть вот был богатый, счастливый, здоровый, все нормально. И вот ему дали одно предупреждение, второе предупреждение, ну, не чувствует он, не знает, не понимает, просто не понимает. Мы же люди, мы же не бойцы, да? Мы же не знаем, что это такое. Мы не знали, к сожалению. И тогда его лишают богатства, семьи, иногда здоровья, не дай бог, лучше уже пусть богатство и семьи, да? И волей-неволей человеку приходится, приходится менять себя. Это если он начнет менять себя, это он будет... Если он поймет, что ему нужно меняться. они будут продолжать страдать. Конечно. Тогда это хорошо. И вот то же самое произошло в нашей стране и во всем мире. То есть, наверное, нашему земному шару, земле, нужен был вот этот вот стресс. То есть когда-то это были вот эти войны, но сегодня, слава богу, мы не в этих войнах, да? Но то время вот этих огромных войн мировых прошло, потому что просто земля поменялась. Но нужно было что-то, чтобы произошло. То есть нужен был этот толчок. Может быть, это именно то, что произошло. Особенно в Америке. Ведь если мы сравним огромные государства всех тысячелетий предыдущих, да? Они все когда-то, то есть Римская империя и... Ну, я даже не буду сейчас, да? То есть и греческая, греки, греческая нация. То есть очень много. У них в тех что-то происходило, и цивилизации рушились. Может быть, наше американское общество дошло до такого потребительского уровня. То есть люди стали просто потребителями. Мы просто забыли действительное состояние страдания. Многие из нас его не прошли. Да. То есть... И поэтому вытер... Второй мировой войны, еще какой-то первой войны. То есть мы не знаем, с чем сравнивать. Да. И этот стресс должен был произойти, как бы, может быть, это предупреждение. Мы же не знаем, мы, а я же говорю, мы не боги. То есть есть люди, которые подключаются к высшим силам, они дают предупреждение, рассказывают, но тем не менее, кто их слушает, называется. Ну да. Но, тем не менее, это действительно произошла ситуация, и мир не поменяется. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, если вы до сих пор страдаете из-за того, что после September 11 и сегодня, сколько уже прошло, 17 лет? 18, 19 лет. И что-то вы надеетесь поменяется? Оставьте эту идею. Меняться обратно ничего не будет. Назад ничего не крутится. Знаешь, интересно, как все познается в сравнении, но у меня когда-то земля и пухом была очень такая пожилая-пожилая бабушка, клиентка, она, вот, сколько бы я у нее раз не спрашивал ее звали Силви. Силви, а еду, как дела? Она мне говорила всегда одно и то же. Каждый раз, когда я просыпаюсь с правильной стороны травы, для меня это шикарно, это замечательный день. Понимаешь? Вот так, мне кажется, и нужно жить. Это значит, ты проснулся, открыл глаза, радуйся. Но не каждый это может, к сожалению. К сожалению, не каждый это может, не пройдя определенные испытания. Не испытания, просто не поменяв себя. Это значит, то же самое, что ты сказал, это каждый, каждый момент, это gift. Ну да. Дать свои выколы, ты презент. То есть мы называем его по-английски, очень это красиво звучит, что по каждой минуте, каждый момент, это счастье. Поэтому мы называем его презент, как подарок, да? Самое интересное, я, конечно, не могу задать сейчас вопрос вот нашему радиослушателю Артуру из Индиаполиса. Я бы ему знал вопрос такой, то есть если бы ему сегодня удалось заработать вместо двух тысяч, десять тысяч в месяц, это бы полностью его избавило от всех страданий? К сожалению, нет. То есть в этом самая большая проблема. Мы думаем, что именно это приносит нас страдания. Страдания приносит человеку его состояние мозга, его состояние души, а не то, то есть его реакция проявляется как страдания. Не материальная часть, а именно физическая или духовная. Духовная, да. Давай примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господин Червец. Весьма интересная тема. А можно я свои пять копеек вставу? Пожалуйста, Вадим, конечно, можно. Вы знаете, что здесь все на самом деле очень просто. Дело в том, человек очень быстро привыкает ко всему, приспосабливается и привыкает. Это свойство, очевидно, психики, а это выработалось в процессе эволюции, и это дало человеку способность выживаемости. Но у этого привыкания, если вы заметите, есть и другая сторона. Мы перестаем замечать то, к чему мы привыкли, перестаем радоваться, как вы говорите, господин Червец, обычным вещам, как кто там, тетя ваша или бабушка говорила. Бабушка, да. И вот уже те удивительные чудеса, которые мы видим каждый день, и которым мы должны были бы радоваться, они перестают, не вызывают у нас никаких эмоций. И вот жизнь становится размерной, плесной, скучной и неинтересной. и для этого начинает человек страдать. Я думаю, так, что он должен какой-то этап пройти этого страдания, чтобы потом обратно, и чтобы жизнь вернулась в свое русло. Я так думаю. Моя точка... Я с вами, Вадим, абсолютно согласен. Спасибо вам огромное. Спасибо. Давно мы вас не слышали. Спасибо, что позвонили. Но вопрос не только. Вот Вадим сказал, что человек должен пройти, а потом вернуться. проблема в том, что он не вернется. Сам не вернется. Ну, редким, особенно мужчинам это тяжело. Но очень редкие случаи. То есть, если, например, ну да, он решит, окей, все. Тяжело, потому что мужчина менее эмоциональный? Нет, вот про эмоции сейчас я скажу. Дело в том, что мужчины, они ориентированы на наружу. То есть, они ищут свою реализацию не в себе, а на достижениях. То есть, вот человек зарабатывает всего две тысячи, для него это достижение недостаточно. То есть, как бы он думает, он думает, его психика так устроена, мужская, что он думает, что именно это делает его страдать. Проблема в том, что мы не знаем, из-за чего мы страдаем. То есть, люди, которые страдают, не могут понять. Абсолютно. Именно поэтому в Америке сколько уже поколений и во всем Европе, кроме Советского Союза, все ходили к психологам. И на тот момент, тот момент, наверное, психологи, психологи пытались делать все, что могли, потому что они пытались докопаться до причины этого страдания. То есть, почему страдания? Ну вот сегодня, например, давайте, у нас немного времени осталось, все-таки пойдем по теории немножко больше, да? То есть, сегодня, на самом деле, вот западное и восточное направление очень сильно отличаются. То есть, западное направление, особенно включая нашу психологию, все-таки идет через научный подход, восприятие, То есть, почему люди страдают у них, почему люди заходят в депрессию? Это вы услышите везде, можете, это химическая реакция. То есть, в теле, например, почему у женщины начинается депрессия во время климакса, да? Потому что у нее происходит гормональный сбой, химическая реакция и так далее. То есть, это объяснение используют и психологи сегодня. То есть, психологи говорят, да, там есть, можно с психологической точки зрения подойти, но мы не можем отрицать тот факт, что есть физические изменения в состоянии организма. То есть, это химические процессы, химические реакции, которые возникают в мозге, возникают в теле, возникают в гормональной системе и везде. А вот, что же по этому поводу думает восточное учение и духовное учение? Они не отрицают, что идут химические реакции, правильно? Они их даже не изучали никогда. Тысячи лет назад не изучали, но ответ знали. Потому что, в принципе, если подумать, действительно подумать, ведь не важен, наверное, ответ, почему, а важно, как это поменять. Поменять. Тем не менее, надо понять, почему. Ты не поняв, особенно современный человек, если ты ему не объяснишь, почему, и скажешь, тупо делай это, 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 очень тяжело. Но, в всяком случае, я своим клиентам всегда объясняю, давайте подойдем. И это считается, кстати, правильным, правильный путь развития духовного человека, это сначала интеллектуально подойти к теме. То есть, сначала вы изучаете тему, книги читаете на интернете, слушаете психологов, слушаете лекторов, потом вы выбираете, то есть, первый шаг, это именно интеллектуальный, но мы живем в таком мире. Второй шаг, это подумать, окей, это мне понравилось здесь, а это мне понравилось здесь, это со мной совпадает, потому что мы все разные, каждый человек разный. А вот потом уже, самый главный шаг, это то, до чего большинство людей не доходит, это прожить это. То есть, начать это применять на своей жизни. И поверьте мне, вот я это применяю, применяла и научилась. А очень многие люди, которые и преподают, и рассказывают, вот самое смешно, когда я слышу, как люди меня начинают учить, и, ну, бывает такое, знаешь, я люблю слушать людей, поэтому, как бы, мне тоже начинают давать советы из острове советов, да. И я просто понимаю, что, к сожалению, эти люди, да, они, может быть, прочитали какую-то другую книгу, чем я, или какого-то другого автора, но они самую главную вещь не прошли. Они это не прожили. То есть, ты можешь рассказать, как пройти из Петербурга в Москву сто раз, но прошел это Менделеев. Ну да. Понимаешь? Да. То есть, как бы, а может быть, Менделеев прошел, пройдя этот путь, а ведь это является, кстати, духовным путем, любой из путей, вот если ты идешь, 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 это почти как медитация сегодняшняя, да, тогда ему пришла эта таблица, да, то есть мы не знаем, но это я так к слову. Ты Мишину Ломоносов. Ломоносов, а им ссоре. Я думаю, куда Менделеев попал? А, Менделеев, куда он попал? Ломоносов же из Петербурга в Москву шел. Да, Ломоносов, да. Ссоре. Это тот опыт, который Будда всегда говорил, я тебе могу сказать, как пойти, но пойти должен ты. И поэтому, то есть все равно интеллектуальный путь, как ты говорил, не нужен, нужен. Ну вот воздушно. Тогда у меня к тебе вопрос лично. На твоей практике тебе удавалось все-таки помочь людям? Да, абсолютно. Чтобы выйти из какого-то этого настроения и поменять свое отношение к чему-то. У меня были женщины на сеансах, еще даже когда я была в Коста-Рике, они приезжали ко мне с Америки, самое смешное, которые говорили, все, я вот, ты моя последняя надежда, я попытаюсь, и я сажусь на антидепрессанты. То есть, и эти девочки не сели на антидепрессанты. Это, кстати, совсем молодежь. И вот это вот, мы уже, кстати, об этом говорили, очень странный такой возраст, где-то вот сегодняшние 30-летние, ну 25-35. Очень какое-то странное поколение. Это неопределенность. Нет, я думаю, что у них идет трансформация раньше, чем у нас. То есть, наша трансформация, вот когда нас выпихивают, и ты должен заниматься собой, была где-то 45-50 лет. Это нашего поколения. А их поколение где-то, я думаю, с 25 до 35, а сегодня, я считаю, вообще где-то в 15 лет начинается у наших. Я просто вижу, у меня дети, большая разница. Я вижу, что одна, что вторая, оба проходят такой вот трансформативный. То есть, сегодня это уже не совсем пюборти, это уже другое они проходят. Тогда, судя по твоим словам, значит, в принципе, и детям, ну, в определенном возрасте тоже не мешало бы обратиться, если чувствуется какая-то проблема... Проблема, что мы не можем им это доказать. Вот у меня вот сын, да, 17 лет, ну, я пытаюсь, я ему капаю на мозге, знаешь, надеешь, что все-таки вода камень дочит. Ты ему капаешь, видишь, вот опять мы приходим к тому... он должен прийти сам, через YouTube. Он должен прийти сам или он должен услышать от кого-то... От третьего лица, который не заинтересован. Конечно. Да, но это очень тяжело, потому что человеку, это как алкоголику, объяснить, что он алкоголик, он должен сам к этому прийти. То есть, каждый человек должен прийти сам. Так вот, я хочу до того, как мы две минуты закончим, вот что же делает восточное, потому что мы продолжим эту тему на следующем... У нас остается полминутки, поэтому давай попробуем, но я предлагаю все-таки продолжить. Продолжим. Итак, дорогие женщины, я хочу вам пожелать хорошего 21 июня, присоединитесь вы к нам или нет. А если у вас есть вопросы, что по этому поводу нужно делать, даже если вы к нам не присоединяетесь, позвоните мне или протекстайте по телефону 224-688-0155. Еще раз, пожалуйста. 224-688-0155. Спасибо и хорошего всем дня летнего солнцестояния. Пожалуйста, отметьте его и наполнитесь этой энергией. Удачи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok